прекрасный человек на красном диване прекрасно диванные разговоры дорогие друзья доброе утро доброе утро да действительно наш гость уже здесь точные кости да 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 и сегодня мы вновь пригласили в гости настоящего писателя да вот она с благотворительными как-то не очень визит а вот с писателями все хорошо у нас сплошные болдинские чтения знаете вот ну как болт ну я так образно сейчас лето академик да понятно что пушкин вчера не хватает конечно чертановский грязи и так наверно хачатрян у нас в эфире детский писатель или писатель детских книжек как она просила себя на в чем разница вот детский писатель и писать то есть вы писатель с большой буквы п или вы поэтесса ну поэтесса поэтесса но я могу загадать желание коньяк макарчан нас тоже балуется но он в стол обычно как или стандартно знаю даже за пскому почему же в стол часто можно в общем-то услышать да да иногда и цитирую на стадионе иногда как возникла а вот наверное скромно с книжками пришла на это давайте что за книжки я вижу что очень веселые красочные да очень веселые красочные книжки это ваши первые книжки это мои самые самые первые книжки детские детские да ну вообще вообще первые книжки сначала бывают дети а потом уже да логично так они очень красочные как вы заметили потому что их рисовали дети то есть оформляли детки да да это вообще эти книжки это сборник идей разных людей потому что она не просто так родилось я села написала и дети нарисовали нет это все длилось больше чем два года так идея пришла совершенно случайно главный главный в микрофон говори с богом разговаривать понятно что я я волнуюсь я не знаю где бог поэзии в красном нет так и так назад когда я встретил со своими друзьями появилась идея вернее появилась идея мы получили в подарок детские книжки меня трое девочек трое детей разных возрастов в общем и маленькой было тогда два года всего и я искала литературу которую хотела бы и прочитать как стишки так обучающие обучающий материал какой-нибудь я получила в подарок книжку которая называется что-то вроде чисто по 100 на по 100 на пол какой-то в общем там был армянский мунадзунат на всех страницах если ансенциал сетин кинценте полтас ханать и мне стало так обидно за наших детей за то что вот вся эта грязь 2 книжки которые у нас вот льется через экраны и через интернет и все это у нас уже в книжках для детей да так то есть это стало то есть вишь грязь она иногда полезно я же говорю есть грязевые ванны но я вам скажу это действительно полезно потому что я не просто начала писать это вас подвигло да вот как бы это до этого знаете для того что писать детские книжки мне кажется нужно как-то очиститься от многого каким образом вы очищались но вот бывает период жизни у человека когда после этого случая ты измеряешь свою жизнь до и после а вот так катарфис называю я называю это обухом по голове это обухом по голове вот такой период у меня произошел в 2013 году после рождения моей дочери пока что самого пока что так скажите наверно то есть сначала идея потом сначала очищение потом идея очищение и туда потому что невозможно писать детскую лирику если у тебя в голове но я не скажу грязь но но темень понятно да ими и серость и серость да то есть если ты думаешь воин хинс хрисан то есть твои мысли направлены от на ответную реакцию кому-то на что-то ты не можешь писать стихи мне кажется ты можешь писать взрослую лирику а вот я тебе скажу вот так и тогда это одно детскую ни в коем случае ни в коем случае ну по-моему еще под подожди вот даже маршак говорил что для детей писать намного сложнее чем для взрослых сложнее сложнее если ты ведешь себя как взрослый думаешь как взрослых еще они что же пикассо говорил помните что я умею рисовать как рафаэль ну да вот как заводить как дети я да я когда обратился к своим друзьям извиняюсь я сказал что написал детские стихи я вообще очень придя так себя отношусь очень критично и я попросил их вас на просмотреть и ответить как они относятся к этому что они считают что они думают об этом и когда я получила первые похвалы мне мне это было так здорово не потому что я чеславный человек а потому что я могу что-то создать а какие-нибудь метрам вы показывали они мне не только друзьям на по моему похвалы из уст детей тоже я сейчас объясню как родились эти картинки я показывала давиду хачьяну так на который является автор многих книг эдуарда я не а ну очень которые даже здесь мои книжки от украины у меня есть писатели поют писатель да но я не знал он по этой линии конечно все мы в душе ну да я не умею и так на потом по то есть вы написали стихи я написала стихи картинки да потом эти стихи понравились людям и я отправила эти стихи в центр детского творчества арт-бэйби где учились мои дети рисовать и вернее до этого мне одна моя коллега сказала почему ты не даешь детям рисовать свои иллюстрации оформите книжку детскими да потому что вообще не представляла как это все будет рисовать и когда я пошла в арт-бэйби со своими стихами это имел большой успех в том плане что детям читались мои стихи и они на основе моих стихов создавали до картинки которые потом потом выбирали люстра мне я не выбирала а кто убирал нет это было безоговорочно а то есть у меня даже получилось так что я у меня были несколько вариантов одного стихотворения там я слова меня я все время работала над ними и так далее и так получилось что я по ошибке отправила два варианта одного и того же стиха и дети нарисовать две разные картинки и они вошли в хорошо давайте послушаем я не выбирала они все что они нарисовать прочитать на руб любимые конечно не любимая самый первый стих он родился почему он получился потому что вот с моим другом который тоже суреньки виня но он тоже я его благодарю очень за эту идею мы сидели в париже хорошо пишется плохо жить не запрещено первые стихи родились в париже не только у вас артюр рэмбол так и он сказал знаешь что нет вот погибли ну не погибли погибли а исчезли какие-то вот такие люди которые создавали очень простые армянские стишки до которые очень легко то есть запек запекти раны нашли да это очень вот тут можно посчитать на руках и про и все мы их знаем кстати эти люди действительно куда-то пропали я неправильно ничего страшного ничего страшного он первый самый покрыг затыка настоять царе к на 4 вин кармиф тверя бацет слушайте моего сына любимое животное затык ребенок нарисовал три года ему нарисовал три года три с половиной лет дети которые рисовали иллюстрации от трех до тринадцати лет ну тут я я тоже так могу на это три с половиной так не можешь обратить внимание на краски потом родилась идея считалочек у нас очень мало считалочек на ну ала баловница это за ала баловница да 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 это русская считалочка да 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 мы все знаем прекрасно но у меня любимый элики-беники еле вареники тоже на армянском смешно да ну ладно давайте итак считалочка считалочка я почему я хотела до пяти потом до десяти оказалось что до пяти мой редактор она сказала что нет это не звучит арабе цауэляц нэнк воргонэ чачапа чаха вы прям как шумеры у вас шести не истеричная а шестеричная ну получил считалочка от одного до шести от одного до десяти шумерская такая это когда сообразим на шестерых это другое на считалочке да мэйк ерку цар танкенк ерек чорс ляв джеренк хингвэц пасэнк вор мэйцана цахки арат патухнефта потом это ностальгия конечно по детству потому что таких в детстве мы очень много считалочек употребляли в наших играх ну потому что мы играли и нужны были считалочки ну вот все случаи жизни с компьютером считалки не нужны абсолютно наши дети вообще не знают такой считалки по моему кроме того я очень ностальгирую по нашим дворовым играм конечно я написала такой стих игру и он в принципе может стать развивающей игрой если его использовать в школах в садиках даже но в школах наверное в основном потому что здесь и географические названия и названия ну оно повторяющиеся конечно гэндак есть пуханцы ци мэрки анун талхантре ци тирян асэм шарна кем гэндакам юсим пуханцы итак можно сказать мэрки анун цови анун и все это дети нарисовали то есть тирян сэван массы ну кто что мог это становится дворовой игрой или даже игрой в классе можно передавать мячик и вспоминать материал по географии да да а вы кстати вот пытаетесь сейчас приведет в какой-нибудь школе хотя бы распространить эти книжки очень хороший вопрос приведите читалку хотя бы вот эту чтобы кстати еще в прошлом году когда не было иллюстрации я говорила с Гайей Авакен она нурык садик есть да есть такой садик частный и она попросила меня если она может использовать мои стишки в своих программах разрешение попросила у вас да да я и разрушила потому что ну да конечно почему ну да например академик макарчан только за деньги продают свои стихи а вот вы не надо меня сравнивать с метрами действительно да с метрами так он пытается шутить итак попросили вас вы предоставили эту возможность да и я была очень рада что мои стишки могут кому-то помочь например моя подружка обратилась ко мне с просьбой говорит мой ребенок не может понять как часы показывают время какая стрелка показывает что но этот стишок еще не вошел в эти два сборника но хочу сказать иногда ко мне так обращаются с просьбами написать стих на какую-то тему на какую-то тему которая поможет ребенку легко воспринять время время да и я написала стишок про жама цуэть так и потом обратились ко мне мои дети сказали что они не могут запомнить ни месяцы ни сезоны а то есть очередность да какой месяц к какому сезону относятся действительно я тоже вспоминаю в детстве что для меня это тоже было большим напряжением я написала 4 еганак и 12 амис ну-ка с этой темы и с уникой 4 еганак и 12 амис и в аручейный ныраниц цемяр ныраниц это и лжио отверска маяс Субтитры создавал DimaTorzok Это не к нам, это к кремлинам все Мы совершенно к этому не говорим Хочу сказать, я очень долго работала над этим стихом Но я своим детям благодарна за идеи И вообще я благодарна всем людям, которые участвовали в создании этих книжек За их идеи Потому что каждая идея, она не прошла даром Все пожелания, так сказать, и идеи, которые возникали у моих друзей, моих коллег Моих знакомых Я все пыталась воплотить в эти книжки Поэтому, наверное, они такие светлые получились Ну что ж, замечательно Мы поздравляем Найеру Хачатриан с таким двумя замечательным То есть у вас уже пять детей Трое детишек и двое в виде книжек Да Тоже стихи получились Это мои самые первые книги Я их сама вручную собирала Вручную работали Вручную работали Да, потому что я поехала Скажите, а где их можно купить? Я не знаю, там, в интернете, в магазинах? В магазинах пока Так, как их? В арт-фридж, в бюрократии и в букинисте В бюрократии на улице Сарьяна, в букинисте на проспекте В арт-фридже на улице ААА Да, но со следующей недели Это тебе будет? Только начиная со следующей недели Да, 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 отлично Ну что ж, не так много у нас, к сожалению В магазинах книжных Так что практически во всех вы можете найти эти книги Да, заходите, спрашивайте прямо Наэра Хачатрян вам скажет Я вам хочу пожелать, как поэтессе детской Чтобы, на самом деле, эти стихи стали настолько обыденными для нас, для всех Чтобы забыли автора Вот, потому что мы, на самом деле, не знаем авторов Да, это очень хорошее пожелание Я с вами согласен Вот, единственный детский там, наверное, Агния Барто и Маршак, да? Там что-то можно И то многие дети, конечно, не знали Не знаю, конечно, что это это И не только дети Да Так что, вот это мое единственное пожелание вам, как поэтессе Спасибо Не останавливайтесь Да, дабы они остались в веках Да, не останавливайтесь Собирайте, копите Я думаю, что мама лучше всех знает, чего не хватает детишкам И как их можно развлечь И не только компьютерные игры, мобильный телефон и зомбоящик А также вот замечательные книжки и стишки Спасибо Которые приводят и к играм тоже, к сожалению, которые уже забываются Да, совместным играм Совместным, дворовым играм Это очень важно, да Для развития будущего нашего общества Спасибо большое У меня очень много проектов, связанных с тихами И в дальнейшем, я надеюсь, они будут тихо-тихо реализованы Понятно Ну что ж, в гостях у нас был писатель детских книжек, в том числе, Анаэра Хачатриан Спасибо, что пришли, спасибо, что показали Теперь, я думаю, что радиослушатели узнали Еще раз повторяю, эти книжки можно купить в трех пока книжных магазинах Арт-бридж, бюрократ и букинист Вот, со следующей недели Вот такие пироги Если есть что сказать еще, Наира Я хочу поблагодарить Обращение к правительству Нет, я еще раз хочу поблагодарить всех-всех людей Которые прямо или косвенно участвовали в создании моих книжек Хочу поблагодарить всех моих будущих читателей Хочу всем пожелать вообще счастья, радости Очищайтесь от всего плохого И тогда придет и к вам, наверное, идея создать что-то светлое, хорошее и чистое И тогда наверняка вдруг запрашивают облака Да, да, да И мир во всем мире Миру мир, да, действительно Ну что ж, спасибо еще раз Всего хорошего Вам спасибо Приходите с новыми книгами Спасибо большое Да, действительно А у нас в эфире не кто-нибудь, а Рубен Ахвердиан с песней, которая называется «Затык» Все в тему, дорогие друзья Вот, ну что ж, я поздравляю действительно всех армянских детишек Всю армянскую детвору с тем, что у нас наконец появились новые, свежие, хорошие, добрые детские стихотворения Доброе утро, оставайтесь с нами Мы с вами еще не прощаемся Впереди 40, нет, 39 минут драйва, позитива, радости, счастья и любви Ура, ура, ура Спасибо Спасибо